Приветствую вас, уважаемые слушатели курса ведической астрологии в школе Сурья Ситханты. Сегодня у нас на очереди седьмой урок базового курса. Мы продолжаем тему планеты и сегодня часть вторая. План нашего урока таков. Мы рассмотрим более подробно, что такое возвышение и падение планет, почему в определенных знаках они сильны, в определенных слабы. Мы рассмотрим промежуточные состояния между возвышением и падением. Это состояние Мула Трикона и Свакшетра. Постоянные отношения планет, которые основаны на их природе. Временные отношения планет, которые основаны на их конкретном положении в данной карте. Мы рассмотрим планету в такой уникальной роли, как диспозиторы, планеты силы, так называемые йога караки и планетные аспекты. Итак, начнем с возвышения и падения. А в прошлом уроке мы коротко касались того, что у каждой планеты есть знаки силы и слабости. А сегодня мы разберем эту тему более подробно с анализом причин, чтобы было легче запоминать все эти вещи. То есть, хотя в джотиш нужно очень много всего запоминать, это не просто какая-то зубрежка, а это запоминание, которое основано на разуме определенной рационализации и поэтому понимание причин, почему это так, а это так, нужно всегда рассматривать. Итак, на русском языке мы встречаем разные термины, которыми обозначают положение силы или слабости планеты в знаках. На санскрите это обозначается термином учха. Учха или уча иногда, там хе пропускают, это возвышение или экзальтация, английского слова exaltation. Ничха это падение или используется такое немножко странное слово дебилитация, по-английски debilitation. По-русски оно звучит очень странно, но, тем не менее, в некоторых астрологических учебниках или разработках или уроках вы такой термин можете встретить. Итак, это две контрастные точки. Учха это верх, возвышение или экзальтация, а Ничха это низ, падение. И есть еще понятие мула-трикона, это особая сила, уступающая только экзальтации. Есть сва-кшетра. Сва буквально обозначает свой, кшетра это поле или знак, то есть свой знак, который немножко по силе уступает мула-триконе. Итак, посмотрим по таблице для начала, как все это выглядит, потом будем разбираться уже в причинах. Знаки силы и слабости планет. Мы начинаем, значит, Солнце, Раши, возвышение. Раши, напоминаю, что это обозначает знак Зодиака. Солнце максимально возвышено или экзальтировано в знаке Овен. Градус возвышения 10-й. То есть это в этой точке максимальная экзальтация. То есть весь Овен это знак, можно сказать, экзальтации для Солнца, но точка максимального возвышения это 10-й градус. И, соответственно, Раши или знак падения это весы. Тоже градус 10-й. То есть сразу нужно усвоить себе такую идею, что точки возвышения и точки падения, они всегда диаметрально противоположны. То есть они на 180 градусов отстоят друг от друга. То есть Овен и весы, они всегда друг напротив друга. Это антиподы своего рода. Поэтому это облегчает несколько процесс запоминания. То же самое далее. Луна, значит, Раши, возвышение ее телец. И, значит, градус номер 3-й. И Раши падения это, соответственно, Скорпион, который находится на 108 градусов от Тельца. Тоже третий градус Скорпиона. Марс возвышен в Козероге, 28-й градус. И, наоборот, в падении он находится в знаке Рака, тоже 28-й градус. Меркурий максимально силен, экзальтирует в 9-й, в 15-м градусе. И падение для него это знак Рыб, тоже 15-й градус. Юпитер, соответственно, максимально возвышен и максимально вдохновлен в знаке Рак в 5-м градусе. И в падении он находится в знаке Козерога, также в 5-м градусе. Венера максимально возвышена в знаке Рыб, 27-й градус. И в Деве, наоборот, она падает, чувствует себя наименее комфортно, тоже в 27-м градусе. И Сатурн имеет точку возвышения в знаке Весов, 20-й градус Весов. И прямо напротив Весов, в 20-м градусе Овна, Сатурн падает. И вот сейчас мы, это чисто техническая часть, табличка. Вот, и теперь мы будем разбираться в причинах этого явления, почему именно эти знаки являются знаками падения или знаками возвышения. Значит, это становится понятным в связи с тем, что эти знаки Зодиака находятся на разных частях тела Калапуруши. То есть здесь мы должны вспомнить такой момент, что джиотиш – это не просто какая-то отдельная сама по себе существующая наука, а джиотиш – это части Веды, а Веда – это определенное мировоззрение. Допустим, такой текст по астрологии, как Брехат Парашара Хора Шастра, он начинается не с астрологии как таковой, он начинается с писания процессотворения и некоторое такое краткое описание мироздания, что здесь где. И поэтому мы должны вспомнить, что время – это тоже не абстрактная сила, а это сила, которая идет от определенной личности. То есть силы без источника вообще не существует. И ведическая концепция такова, что раз мы наблюдаем какие-то энергии, какие-то силы в этом мире, должен быть их источник. Точно так же и время – это определенная сила, и у нее есть источник Калапуруша. Калапуруша – это личность, Кала – это время. Это Вишну, который творит этот мир, поддерживает его. И разные части его тела, они как раз связаны с разными знаками Зодиака. И вот теперь будет более понятно, почему какие-то планеты с определенной природой хороши в тех или иных знаках. Мы это будем рассматривать именно как раз в связи с этими моментами, с этой метафизикой. Итак, Овен – это первый знак Зодиака. Это голова Калапуруши, на которой находится корона, символ власти. А Солнце – это тоже символ царской власти и авторитета. То есть, допустим, вот у нас, если возьмем голову Калапуруши, вот здесь будет Овен первый. И, соответственно, если Солнце – это царь, царю полагается носить корону. И вот Солнце – это как такой, можно сказать, рубин в короне этого царя. Вот поэтому вполне закономерно, что Солнце идеально сияет на голове Калапуруши в Овне, как такой вот бриллиант, или точнее, может быть, рубин. Потому что Солнце – он такое рубиновое в короне этого Калапуруши, повелителя времени. Также нужно понимать, что Овен – это знак, который символизирует восток, восточное направление. И Солнце сильно и максимально благотворно на востоке во время восхода. И наоборот. Весы – это знак, противоположный Овну. То есть, знаки возвышения и падения всегда полярно противоположны. И весы символизируют Запад. На Западе Солнце садится, уже теряет свою силу, и поэтому в знаке весов Солнце считается в падении или ослаблении. Также весы – это знак компромиссов, демократии. И эти режимы, так сказать, демократия, он не любит, вернее, Солнце, оно не любит эти все режимы компромиссов, демократии. Потому что Солнце – это символ власти, авторитарного подхода. Солнце любит решать вопросы именно таким силовым, авторитарным методом. И при демократии, как известно, все решает народ, должен, по меньшей мере. И царь, которого символизирует Солнце, он вообще-то при демократии не нужен. Поэтому в весах, в этом символе демократии и компромиссов Солнце находится в падении, ему там совершенно некомфортно. То есть, вот на этой схемке мы можем закрепить визуально, чтобы эти вещи как-то остались в нашей памяти. Что-то мы для Солнца рассматриваем знаки возвышения и падения. И в данном случае Овен, вот первый знак, естественно, зодиакр. Здесь Солнце находится в экзальтации. И прямо противоположный от него знак весов, номер 7. Вот это, так сказать, падение. И вот по сторонам света мы можем сориентироваться, что на восходе, так сказать, восходящий знак, он всегда на востоке. Вот, и противоположность востока, соответственно, так сказать, это будет запад. Двигаемся дальше. Теперь мы пойдем к знакам Луны. Где она сильна, где она слаба. Телец это знак экзальтации для Луны. И возникает вопрос, почему? Телец это второй знак зодиака. То есть это лицо Калапуруши. Если первый, то тут лоб, корона, верхушка головы. И на лице находятся все пять чувств. Глаза, уши, нос, язык, кожа, лица чувствительная. И эти чувства несут свои впечатления в ум, который символизирует Луна. В ведической литературе очень часто встречается словосочетание. Луноподобное лицо или лик, называют на санскрите Чандрамукха. То есть лицо со всеми чувствами на лице и Луна, они тесно связаны. Потому что ум это совокупное чувство, в которое как раз стекаются впечатления, все впечатления от пяти чувств. И Луна в Тельце дает как раз полноту чувств и наслаждение уму. То есть ей там нехорошо, потому что это как раз лицо, это место пяти чувств. А ум, Луна, он как раз в себя вбирает все это, он питается впечатлениями этих пяти чувств. Поэтому в Тельце Луна находится в знаке экзальтации. Еще Телец, как второй дом, это финансы. И ум, Луна, спокоен, когда есть финансы, когда есть ресурсы, когда все чувства удовлетворены. И знак Скорпиона, напротив, связан с отсутствием комфорта, какой-то стабильности. Он связан с кризисными и болезненными для ума и чувств переживания. И также Скорпион это восьмой знак, естественно, зодиака, то есть дом смерти. И поэтому Луна там пугается, она сжимается, потому что смерть это конец наслаждения чувств и неопределенность для ума. Поэтому мы говорили на прошлом уроке, что восьмой дом, Скорпион, это так называемая Марана Авастха для Луны, или состояние подобное смерти. Итак, посмотрим на карте, как это будет выглядеть. Для Луны, точка экзальтации во втором доме, вот оно, это вот лицо Калопоруши, где все эти чувства находятся. Вот где идет наслаждение чувств. И Скорпион, восьмой знак, это смерть как раз, полная противоположность наслаждению чувств, смерть, прекращение всего этого. И поскольку умом стремится всегда к удовлетворению чувств, то здесь Луна себя чувствует очень некомфортно. Луна символизирует ум. Надеюсь, что эта логика понятна. Итак, Луна чувствует себя некомфортно в знаке Скорпиона, потому что ум не любит аскезы и кризисы. Теперь дальше идем по поводу Марса. Марс экзальтирован в знаке Козерога. Козерог это десятый знак или десятый дом естественного зодиака, который символизирует статус, успех, вследствие деятельности. Этот успех, он невозможен без больших усилий и вложений энергии, которую как раз и символизирует Марс. То есть нужно вспоминать, что Марс это символ силы, энергии. И также Козерог это символ порядка, рутины, конкретики. А Марс это воин, для которого вот такой вот армейский порядок, рутина это как раз родная стихия, то что надо. И соответственно энергия Марса в Козероге обретает такую направленность, упорядоченность. Также Козерог это знак Земли. А Марс считается сыном Земли. Одно из его имен это Куджа. Куджа обменяет буквально рожденный из Земли. Вот поэтому в Козероге он себя чувствует хорошо. И напротив, знак Рака это полная противоположность Козерога. Вместо конкретики Рак представляет собой какие-то интуитивные ощущения, сердечность, мягкость, семью, комфорт. Марс по своей природе логик. И поэтому вот эта интуитивная среда Рака, она это не его стихия. И также воин Марс, он чувствует себя не в своей тарелке, в этой очень какой-то мягкой, такой домашней атмосфере. То есть его силы, резкость, они просто абсолютно не востребованы. То есть представьте себе, что какой-то вояка попал, не знаю, в институт благородных девиц. То есть он там совершенно не при делах. То есть Рак, он такой весь мягкий, воспитанный, такой все ах-ах-ах. А Марс, он такой, он вперед, куда стрелять, куда силы вкладывать. Дома не повоюешь, потому что Рак это, скажем, такой внутренний знак. Четвертый дом естественного зодиака. А воевать нужно энергию вкладывать всю, так сказать, во внешнюю сферу. Десятый дом, который противоположен четвертому. Такова логика объяснения, показывающая, почему Марс находится в падении в четвертом доме естественного зодиака. То есть в знаке Рак. И наоборот, достигает экзальтации в десятом доме естественного зодиака в знаке Козерога. Также еще я слышал такое объяснение, что этот десятый знак Козерога, он естественно символизирует колени. А колени, их сила, она очень важна для того, чтобы занять правильную, скажем, боевую стойку. Человек, когда он испытывает страх, говорится, колени подкосились. То есть не хватает у него силы, и не может он стоять, не может нанести удар нужный. Поэтому вот эти крепкие колени, дающие устойчивую позицию, воину, они являются опорой для того, чтобы эта сила Марса направленно сумела проявиться. Идем дальше. Теперь мы добрались до Меркурия. Каков же его знак экзальтации? Меркурий представляет собой холодный разум, который лучше всего себя чувствует в такой педантичной деве, которая не любит никаких сантиментов. А порядок и правильность, вот это вот основные качества девы. Дева это знак систематизации структуры. И здесь разум становится таким структурированным, упорядочным, аналитическим, направленным. Все четко, все понятно. Дева любит рисовать какие-то таблички, всякие разные схемки, расставлять все по полочкам, все стематизировать. И Меркурий, как планета разума, она чувствует себя здесь в полном восторге. Разум он такой полностью, так сказать, структурированный. А также Дева это шестой знак Зодиака, который связан с анализом, способностью побороть демонов сомнений. Вот, то есть мы знаем, что шестой дом это борьба, в частности, борьба может быть внешней и внутренней. Часто людям приходится бороться с каким-то непониманием, с внутренними какими-то сомнениями. Вот это преодоление трудностей, оно укрепляет разум, то есть Меркурий становится сильнее от этой борьбы. И там энергия Меркурия находит свое высшее применение. Также Меркурий, как мы знаем, символизирует стихию Земли, и потому в земном знаке Девы ему комфортно. На схеме это выглядит так. То есть шестой дом Естественного Зодиака, знак Девы, здесь экзальтация, здесь вот этот меч разума, он заостряется от этой борьбы, от решения всевозможных задач. И Дева, поскольку она такая конкретная, любит структуризацию, а здесь вот Меркурий хорошо. И знак Рыб, двенадцатый дом Естественного Зодиака, он немножко, так сказать, некомфортный в этом плане для Меркурия. Почему? Потому что рыба это символ абстрактного мышления, идеализма, где вот этому конкретному и прагматичному Меркурию нечего делать. То есть он теряется совершенно в этой неконкретности рыб. То есть Меркурий любит конкретные задания. А рыба для него это вот иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот, и поэтому здесь хороша, так сказать, может быть какая-то интуиция, а вот чистый такой прагматичный разум себя не очень хорошо чувствует. Далее мы дошли до Юпитера. Юпитер это планета, которая лучше всего чувствует себя в Раке. Так как Рак это четвертый дом Зодиака, который символизирует сердце, веру, душу, учебу, интуицию, творчество. И вот тут духовный Юпитер чувствует себя идеально. Так как как раз в этих темах максимально реализуется его природа. А знак Козерога это место падения для Юпитера. Так как в скептичном Козероге духовная вера страдает. Козерог это самый такой скептичный знак, который ничего не принимает на веру просто так, ему все нужно проверять. А Рак в этом плане наоборот наиболее такой доверчивый, потому что он символизирует веру, сердце, четвертый дом. Козерог ставит жесткие рамки, ограничивающие творческий Юпитер, рутинная работа и всевозможными материальными целями. Потому что Козерог он такой приземленный, знак земли, практик. То есть представьте себе, что творческого работника поставили делать какую-то рутинную работу, в которой вдохновение вообще не нужно, где требуется просто постоянство, а вот не полет фантазии, не полет вдохновения. Вот по этой причине Юпитер чувствует себя не очень хорошо, некомфортно в Козероге, ему там просто скучно. Итак, на схеме это будет выглядеть вот так. Юпитер в экзальтации, в максимальной силе в сфере четвертого дома, то есть Рака. И со всеми вот такими интуитивными внутренними функциями, там где сердце, в сердце находится душа, в душе находится вера. Вот и душа также, она стремится к знаниям, хочется что-то изучать. Поэтому вот в этих вот темах как раз энергия Юпитера, она очень нужна. А карьера, вот это вот все какое-то упорное какое-то вот такое дело, просто исполнение обязанностей, игра по правилам, прагматизм, который связан с Козерогом. Вот это для него достаточно такая неинтересная тема, поэтому он здесь чувствует себя некомфортно. Далее, теперь мы разбираем Венеру. Венера экзальтирована в рыбах. Рыбы это последний знак зодиака, символизирующий стопы Калопуруши, у которых находится Лакшми Деви, Венера. Если вы помните, картинку я вам показывал, Вишну лежит на этом, на змее, на океане Вселенском, и у его стоп находится Лакшми. Вот для его стопы как раз это вот 12-й дом зодиака, завершающий знак. И Лакшми Деви это Венера, это ее там место, поэтому Венера максимально сильна. Также главной темой Венеры является любовь, и для нее важна вот эта вот свобода, идеализм, которые как раз и символизируют рыбы. То есть это любовь без границ. А Дева, как такой строгий пуританский знак морали, ограничений, правил, и поэтому Венера чувствует себя крайне некомфортно в Деве. Потому что Дева не дает Венере проявить свое чувство в полной мере, не дает вот эту любовь без границ. Поэтому нужно понимать это именно так. Так, здесь Венера в экзальтации находится в 12-м доме, естественно, зодиака, в знаке рыб. Это вот свобода любви, вера в мечту, вера в идеал. И наоборот, как этот вот знак Девы, здесь в Венере крайне скучно, потому что здесь все по правилам, здесь все строго. Здесь никакой свободной любви, никакой фантазии, никакой выдумки, никакого творчества. Просто идешь из пункта А в пункт Б. И для романтичной Венеры это все совершенно неприемлемо. Поэтому в Деве она скучает. А в рыбах она в восторге. Вот мечта, идеал, высшая любовь и так далее. Теперь мы добрались до Сатурна. Для Сатурна знак экзальтации это весы, которые находятся в седьмом доме от знака экзальтации Солнца. Это очень важный момент. Сатурн и Солнце противоположны по своим свойствам. Солнце это свет, Сатурн это тьма. Солнце это здоровье, Сатурн это болезни. Солнце это оптимизм, Сатурн это пессимизм. Вот и поэтому они сильны в прям противоположных знаках. Также весы это символ демократии, где все решает народ, а не монарх. Солнце символизирует монархов. А Сатурн является шудрой, то есть народными массами. Он символизирует народные массы. Поэтому в весах шудра Сатурн чувствует, что к его мнению прислушивается, его тут уважают. Поэтому Сатурну вполне комфортно в весах. Кроме того, весы это как седьмой дом, естественно, зодиака. Мы знаем, что седьмой дом символизирует половую систему. И поэтому весы это знак половых отношений, которые лежат в основе материального мира. А Сатурн это планета работы, усилий и аскезы. Если подумать, зачем вообще люди работают, почему они напрягаются. То есть большинство людей используют трудолюбие Сатурна как раз для поддержания своей семьи, которая основана на половой жизни. Поэтому как раз Сатурн работает ради темы, которая показана весами. Для поддержания своей семьи, основанной на сексуальных отношениях. Другой момент это то, что Сатурн не любит своего отца, Солнца. Но любит свою мать. Ее зовут Чхай или Тень. И жена Солнца должна быть в седьмом доме от Солнца. Обычно символом Чхай или жены Сатурны считают знак водолей. То есть это седьмой знак от льва. Потому что лев это знак Солнца. И водолей, как противоположный льву, его называют кумбха. Буквально переводится сосуд. Горшок сосуд. И внутри сосуда всегда находится тень Чхая. И вот Сатурн как раз родился именно там. Поэтому вообще говоря, знак рождения Сатурна у этой Чхая это водолей. Поэтому он там силен. Но поскольку Солнце экзальтировано в Овне, то его супруга должна быть как раз напротив Овна, в весах. И поэтому Сатурну комфортно в доме своей матери. То есть может быть не там, где он родился, а там, где она реально находится. Напротив Солнца. То есть будучи в седьмом доме от точки, где Солнцу максимально комфортно. А знаком падения для Сатурна является Овен, в котором сильно Солнце. Враг Сатурна. Сатурн это самая медленная планета, которой некомфортно в стремительном и интенсивном Овне. Овен инициативен. А Сатурн это Шудра, который редко проявляет инициативу. Он скорее ведомый, чем ведущий. Итак, это логика или рационализация, которая стоит за объяснением знаков возвышения и падения Сатурна. Вот так это все выглядит на схемке, что в первом доме Зодиака Овне он падает. И в седьмом знаке Зодиака в весах он наоборот находится в состоянии экзальтации. Теперь мы поговорим о Раху и Кету. Для Раху традиционно знаком возвышения является Телец. Так как Раху это символ материальных желаний, а Телец это обитель пяти чувств. И эти чувства как раз помогают Раху исполнять его желания. И наоборот, противоположность Телца это Скорпион. Он лишает Раху комфорта и возможности исполнять свои желания. И потому считается знаком падения для Раху. И также в религиозном Стрельце еще нарушителю Дхармы Раху тоже очень некомфортно. То есть мы можем заметить, что Раху, у него точка экзальтации, точка падения идентична Луне. Как вот Луна получает максимальную силу в Тельце и в падении наоборот в Скорпионе. Также и Раху. В этом плане он синхронно действует с Луной. Единственное, что есть разные специалисты, авторитеты в сфере астрологии, которые говорят, что у Раху может быть два знака возвышения. То есть считается, что он силен очень в Тельце и также в Близнецах. Некоторые еще Деву сюда добавляют тот же. А противоположностью, наоборот, противоположностью Тельца является Скорпион. Поэтому в Скорпионе Раху в падении. А противоположностью Близнецов является Стрелец. То есть Стрелец это религиозный духовный знак. И Раху это нарушитель Дхармы, преступник. Поэтому ему там вся эта Дхарма, она очень, так сказать, неприятна. Что касается Кету, тут все наоборот. Кету хорошо себя чувствует в Скорпионе, так как у них такая интуитивная и аскетичная природа. Совпадают показатели знака Скорпиона и показатели Кету. Также Кету уважает знак Стрельца. Так как Кету является символом монахов, отреченных людей. Стрельца это знак религиозности. Поэтому в Стрельце Кету в принципе себя тоже хорошо чувствует. И наоборот, в знаке Тельца, в знаке чувственных наслаждений, аскетичному Кету находиться довольно-таки неприятно. Поэтому обычно выделяют так, что для Кету знаком падения является Телец. А знаком возвышения является Скорпион и Стрелец. То есть получается, что знаков, которым Кету хорошо, их два. Скорпион и Стрелец, а знаков, которым ему совсем плохо, это в основном считается Телец. Таким образом, возвышение и падение планет в знаках Зодиака связано с природой знаков и планет в плане совместимости. То есть можно это увидеть сейчас еще раз на такой своего рода сводной табличке. Где вот Russia Exaltation и Debilitization написано. Красным шрифтом выделены планеты, которые экзальтируют. То есть находятся в состоянии возвышения. А черным шрифтом выделены планеты, которые находятся в Debilitization. То есть здесь это все сделано в формате карты южного стиля. То есть можно пойти с Овна, начиная с первого знака. Меша на санскрите это Овен. Солнце красным выделено, 10 градус Овна, возвышение. Сатурн черным шрифтом выделен, он как раз наоборот падает. То есть мы видим, что два врага, Солнце и Сатурн. Для них этот знак полностью противоположен. Солнце в возвышении, Сатурн в падении. Дальше мы идем сюда, значит, в сферу Вришабха. Вришабха здесь не полностью написано, не Вриша, а Вришабха, Телец. Значит, Луна находится в экзальтации с 0 до 3 градусов Телеца. Также здесь себя хорошо чувствует Раху. Кету чувствует себя плохо черным шрифтом. В близнецах близнецы Митхуна. Раху тоже красным выделено, это, как я сказал, знак его тоже силы. А Кету, наоборот, черный для него, не нравятся ему близнецы. Хотя об этом редко говорят, но в основном считается, что Вришабха это знак падения для Кету. Но иногда еще добавляют близнецы. Далее. Потому что близнецы такие материалистичные, слишком практичные. А Кету он такой, не от мира сего. Далее. Карка, или Рак. Здесь мы видим черным выделен Марс. Значит, он здесь падает в Раке. А Юпитер, наоборот, красненьким. Он здесь в возвышении находится. Во Льве нету ни возрешения, ни падения. А в Деве, значит, Дева Канья на санскрите Меркурий с 0 до 15 градусов. Дева находится в знаке экзальтации. Вот. Красным шрифтом выделен. А Венера, наоборот, черным. Она здесь находится в знаке падения. Вот. Теперь идем в весы Тула на санскрите. Солнце находится здесь в 10 градусе в падении. Сатурн в 20 градусе в возвышении. То есть, это прямо противоположное. То, что мы смотрели, где Солнце экзальтировано в овне. Сатурн падает в овне. Здесь напротив как раз Сатурн экзальтирует в весах. Солнце падает в весах. Далее мы наблюдаем Скорпион в Ришчика. Луна с 0 до 3 градусов Скорпиона находится в падении черным цветом. Раху тоже здесь в падении. Кету, наоборот, красненький. Ему тут хорошо в Скорпионе. То есть, прямо противоположная картина знаку Тельца. Далее стрелец Дханур. Дханур или Дханус называют его. Лук буквально. Раху находится в падении черным цветом. Кету, наоборот, хорошо себя здесь чувствует. Козерог Макара. Марс здесь находится в возвышении. Юпитер в падении. И противоположность козерога как раз вот знак Рака. Где Марс находится в падении, а Юпитер в возвышении. Водолеи, так как противоположность льва. Здесь никто не падает, никто не возвышен. И последнее это рыбы. Мина на санскрите. Венера находится здесь в экзальтации. Меркурий в падении. Как раз вот по прямому противоположному знаку Девы. А в Деве, наоборот, Меркурий в экзальтации. Венера в падении. То есть, вот такими вот парами противоположными можно запоминать все эти вещи. Ну, а причины падения и возвышения мы уже рассмотрели. Они коренятся в природе знаков и природе планет. Однако, просто потому, что планета находится в знаках возвышения или падения, мы не можем ей какой-то приговор выписывать. То есть, этого еще недостаточно для того, чтобы полностью оценить эту планету. Потому, что есть некоторые комбинации, которые отменяют падение планеты, так называемые нича-банга-йоги. Есть комбинации, которые ослабляют положение экзальтации. Поэтому здесь никогда не нужно сразу быстро радоваться или печалиться, когда увидели планету в знаке возвышения или в знаке падения. Есть некоторые факторы, которые корректируют и то, и другое. Но об этом мы поговорим в более поздних уроках. Вот это тема нашего будущего. Сейчас, чтобы не нагромождать все эти вещи, мы пока оставим так, как есть. Итак, мы рассмотрели два крайних состояния планет. Это возвышение и падение, уча и нича. Но есть и промежуточные состояния силы, которые называются мулатрикона и свакшетра. Иногда знаки мулатрикона и свакшетра являются разными. А иногда они совпадают. Одни и тот же знак, но имеют свои сферы по градусам. То есть, в пределах этого знака. Итак, мулатрикона. Это термин. Его на русский язык крайне сложно перевести. И фактически я не встречал никакого адекватного перевода. Ну, называют, может быть так, условно, не привязываясь к словам. Как бы такие знаки особой силы, которые чуть-чуть слабее, чем экзальтация. Буквально мула обозначает корень. Вот мы знаем, корень это то, что держит. То есть, то, на чем все держится, как фундамент, то, на чем все стоит. Мулатрикона это сильная позиция. Мы знаем, что первые, пятые, девятые дома, это дома трикон, это сильные позиции. И поэтому мулатрикона, здесь, скорее всего, невозможно перевести, буквально привязываясь к слову корни. Но вот, как такая, может быть, фундаментально сильная позиция. Что-то вот такое примерно, можно сказать. Итак, значит, рассмотрим положение знаки мулатриконы для семи основных планет. Солнце, поскольку оно, здесь вот в этой табличке еще, значит, сделано такое разделение. Позитивное созвездие, негативное созвездие, созвездие мулатриконы, градусы мулатриконы. Вот, что такое позитивное, негативное, мы сейчас разберем. Значит, поскольку Солнце и Луна, они владеют только одним знаком, поэтому здесь они написаны между этими позитивными и негативными, как такие эксклюзивные. Итак, Солнце достигает мулатриконы в знаке Льва. Вот, и градусы мулатриконы с 0 до 20. Иногда говорится, что весь знак Льва, то есть на практике фактически можно сказать, что весь знак Льва это мулатриконы, хотя точнее, это вот с 0 до 20 это будет мулатриконы, а с 21 по 30 это тоже будет Слакшеттер, свой знак. Ну, так обычно оценивают. Далее, Луна, она владеет уже одним знаком, а Рак, который не относится ни к позитивному, ни к негативному, здесь дуализма нет. Вот, и, значит, для Луны знаком мулатриконы будет Телец, но мы уже говорили, что Телец это знак экзальтации для Луны, однако здесь есть некоторая деталька, что Телец, Луна экзальтирована в Телеце с 0 до 3 градуса Телеца, а вот уже с 4 по 30 того же Телеца это относится к сфере мулатриконы. А вот теперь мы уже переходим к планетам, которые владеют двумя знаками, или созвездиями. Итак, Марс владеет Овеном и Скорпионом. Значит, Овен относится к позитивному созвездию, Скорпион к негативному. Почему такая несправедливость вопиющая, чем провинился Скорпион? Тем, что Овен это первый знак, естественно, Зодиака, а Скорпион восьмой. Восьмой он связан всегда, мы знаем, с проблемами Дом Смерти, поэтому относится к негативным созвездиям. Итак, что же здесь у нас является знаком мулатриконы? Марс получает мулатрикону в Овне. То есть, экзальтирован в Козероге, а мулатрикона, знак особой силы, для него Овен. Причем с 0 до 12 градусов. Это вот особая мулатрикона. Дальше он остается тоже в силе, но она уже немножко меньше. То есть, это все по-прежнему знак мулатриконы будет, но вот в этих градусах это сила максимальная. Будет дальше меньше. Далее, Меркурий тоже владеет двумя знаками, Близнецы и Дева. Близнецы относятся к позитивному созвездию, это третий дом, естественно, Зодиака. Дева, это шестой дом, естественно, Зодиака, шестой, связан с каким-то негативом, Дустхана, поэтому его относят к негативным созвездиям. Итак, для Меркурия мулатрикона в Деве с 16 до 20 градусов. Заметьте, всего, буквально немножко, всего 4 градуса. Вот, остальные градусы Девы, они будут считаться с Вакшетры. То есть, он там силен вообще в Деве, но вот в этих градусах с 16 до 20 максимально. То есть, для него также Дева и знак Экзальтации тоже, само собой. Далее, Юпитер владеет двумя знаками Стрелец и Рыбы. Стрелец позитивный, потому что он девятый дом, естественно, Зодиака. Рыба считается негативным, потому что двенадцатый дом, естественно, Зодиака. То есть, двенадцатый, само собой, это Дустхана. Итак, знаком мулатрикона для Юпитера является Стрелец. В частности, с 0 до 10 градусов Стрелеца, более точно, если смотреть. Далее, Венера. Венера, позитивное ее созвездие, это Весы, негативное Телец. Почему так? Потому что Весы, являясь седьмым знаком, естественно, Зодиака, являются Кендрой. Кендрой, поэтому Кендра, это всегда благоприятный знак. В то время как Телец, это второй знак, естественно, Зодиака. Он ни к Триконам, ни к Кендрам не относится, поэтому считается менее, так сказать, благоприятным, негативным. Вот, и созвездие Мулатриконы для Венеры является Весы, в частности, с 0 до 15 градусов. Далее, Сатурн. Для него позитивным знаком является Водолей, потому что он там родился, место рождения, это вот Кумбха, сосуд, в котором находится тень, Чхая, как раз в этой тени родился Сатурн. Вот, а Козерог, хотя он является Кендрой, десятым градусом, вот, но там нет такой радости, как Водолей. Водолей это воздушный, творческий знак, вот, а Козерог это просто такая работа, работа и работа, беспросветная. Поэтому Водолей, Сатурн, ему лучше, считается для него более позитивное созвездие. И созвездие Мулатриконы для Сатурна, как раз, является Водолей, в частности, с 0 до 20 градусов. Вот, ну, и есть еще вот такая сводная табличка, где все вот эти вот основные состояния описаны. То есть, вот Солнце, экзальтация, градус максимальной экзальтации, это для Солнца Овен, десятый градус. Потом идет Мулатрикона, это второй по значимости, то есть, чуть-чуть слабее, но тоже сильно. Лев с 0 до 20, Свакшетра, тот же самый Лев, но уже с 20 до 30, вот, ну, и знак, и градус падения, весы десятый градус. То есть, вот, все про Солнце, все его состояния, экзальтация, падение и то, что между ними Мулатрикона и Свакшетра. То же самое Луна, значит, вот, она находится в экзальтации в третьем градусе, в частности, с 0 до 3 считается знак экзальтации. Далее Мулатрикона, тот же Телец, но с 4 по 30 градус. С Вакшетра, собственный знак его, это Рак, весь с 0 до 30 градуса. И падение Скорпион, третий градус. Марс, значит, Козерог, экзальтация, вот, 28 градус, Мулатрикона, Овен, с 0 до 12. Значит, Свакшетра для Марса, тот же самый Овен, но уже с 12 до 30. Вот, и также Свакшетра, Скорпион, весь у него, то есть, два знака. То есть, вот, часть градусов Овна является Свакшетрой и весь Скорпион. Знак падения Рак, 28 градусов. Меркурий экзальтирован в Деве, с 0 до 15. Значит, Мулатрикона градусы, это вот с 15 в некоторых местах, ну, точнее, с 16 до 20. Вот, Свакшетра, это вот с 20 до 30 градуса Девы и плюс весь знак Близнецов, с 0 до 30 градуса, это будет Свакшетра для Меркурия. И падение Рыбы, 15 градус. Юпитер, значит, тут еще дополнительно есть некоторая информация, что он экзальтирует в Раке, 5 градус. И еще, как дополнительная информация, что в Водолее он себя тоже очень хорошо чувствует, вот, то есть, он там в такой восторженный, вот, то есть, это как бы такое неофициальное, но вот достаточно стойкое мнение среди многих астрологов, что Юпитер в Водолее тоже очень хороший. Вот, знак Мулатрикона, для него стрелец с 0 до 10 градусов. Вот, Свакшетра для Юпитера, это тот же стрелец с 10 до 30, и весь знак Рыбы, с 0 до 30. И, соответственно, знак падения, это Козерог, 5 градус. Для Венеры, Рыбы, знак экзальтации, 27 градус. А Мулатрикона, это, значит, его знак Весы, с 0 до 15 градусов. Вот, Свакшетра, чуть-чуть слабее, но тоже сильной, это те же Весы, с 15 по 30. Вот, и весь знак Тельца, Свакшетра, с 0 до 30. Падение Дева, 27 градусов. Сатурн экзальтирует в Весах, значит, Мулатрикона для него, это Водолей, с 0 до 20. И Свакшетра, тот же Водолей, с 20 по 30, и весь Козерог, с 0 до 30. Падение Овен, 20 градус. Вот, ну и Раху, вот так пишут, значит, что Раху, экзальтация Близнецы, по некоторым школам Телец, добавить надо также, потому что они их вдвоем, и тут Телец и Близнецы. Мулатрикона, Дева, значит, Свакшетра, Водолей, ураху. И падение Стрелец, и, конечно же, добавить надо сюда Скорпион, тоже падение. Вот, и, значит, Кету, экзальтация у него Стрелец, плюс Скорпион сюда нужно добавить. Мулатрикона в Рыбах он все хорошо чувствует. Вот, и, значит, Свакшетра, это тоже Скорпион для него. И падение Близнецы и Телец, без сомнения, сюда нужно ставить. Вот, и существует еще вот такая вот наглядная картинка в виде карты, где Мулатрикона и Свакшетра выделены. То есть, вот у нас первый дом Зодиака Овен, здесь у нас Марс в Мулатриконе, вот написано с ляда 12, Марс в Свакшетра с 13 до 30, вот, второй Телец, значит, у нас Луна в Мулатриконе с 4 до 30 градуса, Венера в Свакшетре с 0 до 30, вот, Близнецы для Меркурия, это Свакшетра с 0 до 30, Рак, значит, здесь для Луны с Вакшетра тоже полностью с 0 до 30, Во Льве для Солнца Мулатрикона с 0 до 20 и для Солнца Свакшетра с 21 по 30. Дева для Меркурия Мулатрикона с 16 по 20 и, значит, Меркурий с Вакшетра идет с 21 до 30. То есть здесь, прошу заметить, что здесь экзальтация не упомянута, только два состояния Мулатрикона и Свакшетра. В Весах для Венеры это знак Мулатрикона с 0 до 15 и Свакшетра с 16 до 30 градусов. Скорпион для Кету это Мулатрикона полностью весь и для Марса это Свакшетра. Стрелец для Юпитера это Мулатрикона первые 10 градусов, вот, и следующий с 11 до 30 градусов это для того же Юпитера Свакшетра. Для Козерога, значит, это Свакшетра полностью, вернее, для Сатурна Козерог это Свакшетра весь. То есть, Водолей, значит, это знак, где Сатурн находится в Мулатриконе с 0 до 20, вот, и Свакшетра для Сатурна является градусом того же Водолея, только с 21 по 30. Ну и для Раху считается знак Мулатриконы. И, значит, в Рыбах, Рыба это знак Свакшетра для Юпитера полностью. То есть, вот вам несколько разных таблиц наглядных пособий, по которым, значит, эти вещи можно смотреть, с этим работать и запоминать. Итак, на этом мы эту тему заканчиваем и переходим к другой подтеме. Это отношения планет. Это очень важная подтема. Поскольку характер планетам предают божества планет, то есть личности, то между личностями бывают разные отношения. То есть, это не просто какие-то светила или какие-то небесные тела плавают по небу. Вот это именно личности. Вот если просто это какие-то мертвые тела, какие между ними отношения могут быть. Итак, есть отношения дружбы и вражды. И есть нечто среднее между ними, то есть нейтральные отношения. Отношения бывают основаны на их природе, так называемые постоянные отношения. А бывают основаны на положении в карте, то есть ситуативные или временные отношения. Из этих двух типов отношений выводятся итоговые отношения. Или роли, которые играют планеты в данной карте И для того, чтобы лучше понять отношения планет друг к другу Нужно хорошо знать их природу Какова она? Итак, Солнце это царь Луна это царица-мать Юпитер это их учитель, гуру Марс это их главнокомандующий Меркурий играет роль наследного принца Венера это чиновники мелкой бюрократии А Сатурн это слуги и простой народ Народные массы Раху это внекастовые бунтари, преступники Кету это монахи, святые Также всякие бродяги, эксцентрики В общем, люди такие немножко не от мира сего Раху вообще по своей природе не может относиться к кому-то нейтральным То есть он такой контрастный Либо любит, либо ненавидит И так как Раху это бунтарь То для совершения революции ему нужны Венера, вся эта бюрократия Народные массы, Сатурн Ну и так сказать молодежь, которая претендует на власть Меркурия, наследный принц Что называется Остальных он на дух не переносит Так как они могут ему помешать в этом Кету, так же как и Раху Он дружит с Венерой, Сатурном и Меркурием То есть то, что только что мы обсуждали Вот с Юпитером и Марсом он держит нейтралитет Поскольку знаки Скорпиона и Стрельца Которые принадлежат Юпитеру и Марсу Они ему нравятся Вот поэтому он приходится поддерживать нейтралитет Поскольку это знаки как раз под управлением Марса и Юпитера А к Солнцу и Луне он относится крайне враждебно Негативно Итак, теперь посмотрим на эти вот Постоянные отношения планет Они вытекают из их природы Совместимости Истории их связей Назаретворения Как они между собой ругались Дружили и так далее Когда порядок вещей в космосе только-только формировался Вот эти истории можно прочитать в книге Мифы и символы ведической астрологии Под авторством некоего Б. Бихари Она есть на русском языке Эта книга доступна И существует методика, которая разделяет все планеты на две группы И представители этих двух групп обычно враждуют между собой Вот что пишет по этому поводу Дэвид Фроули в книге «Астрология правительцев» Он говорит, что в системе постоянных отношений Все планеты разделяются на две группы Первая группа это Солнце, Луна, Марс и Юпитер Это вот одна группа друзей, так сказать Вот в кавычках, потому что, как мы выясним, не так все просто Вот, а вторая группа это Меркурий, Венера, Сатурн Это тоже друзья определенные И представители первой группы планет, как правило, враждут с представителями второй группы Вот, но эта формулировка не абсолютное правило Поскольку есть несколько исключений Например, Солнце и Луна это представители одной группы Все они действительно являются друзьями друг для друга То есть все симметрично у них А вот Луна и Юпитер это тоже представители той же самой группы Но они выступают уже более сложной парой Например, для Луны Юпитер является нейтральной планетой А не другом Вот, хотя они относятся к одной группе А вот для Юпитера Луна является другом Вот в этом вся, так сказать, загвоздка Вот, то есть представители одной группы никогда между собой враждовать не будут Но при этом соседи не обязательно, что они станут друзьями В некоторых случаях между ними будут установлены такие нейтральные отношения В то же время планеты из разных групп не обязательно станут врагами Рассмотрим Луну и Меркурий Они из разных групп Вот, для Меркурия Луна действительно является врагом А вот для Луны Меркурий является другом Продолжение следует...